В Владимире такая проблема. Диалог получился достаточно. Защитить права не получится. Добрый отечественный лодок. Наши спортсмены также опередили оберненько. И бескорыстно помогает самым маленьким пациентам. Вот, извините, заберите. Тяжка на языках. Совершенствую. Тяжка на языках. Тяжка на языках. Тяжка на языках. Дело об ампутированной руке на производстве хлебобулочных изделий направили в суд. Тяжкий вред здоровью работника был нанесен на Владимирском хлебокомбинате еще в сентябре 2023 года. В результате ЧП 56-летняя пострадавшая лишилась правой руки до запястья. В ходе следствия выяснилось, что сотрудница работала машинистом тестоделителя временно, пока ее коллега находится в отпуске. Судить будут бывшего мастера 36 лет, который, по версии следствия, нарушил требования охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следствием установлено, что 10 сентября 2023 года обвиняемый, будучи ответственным за соблюдение техники безопасности на участке производства хлебобулочных изделий во Владимире, зная о том, что потерпевшая работать с тестоделительной машиной недолго, не провел с ней необходимый инструктаж и не обеспечил контроль за ее деятельностью. Потерпевшая, заметив, что в машине образовался тестовый пузырь, стала убирать тесто без специального приспособления, просунув правую руку в воронку машины и не удостоверившись в ее отключении. В результате руку затянула в механизм и ампутировала кисть. Самостоятельно пострадавшая не стала обращаться в правоохранительные органы. Однако о случившемся по своим источникам узнала прокуратура. После проведенной проверки региональный СК завел уголовное дело. Расследование завершено. Теперь историей займется Фрунзенский райсуд. Кроме того, прокурорам установлено, что работодатель всячески затягивал процесс расследования частного случая на производстве, не оказал материальную помощь пострадавшей, в связи с чем прокуратурой города в интересах работников в суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального ряда в размере 1 миллион рублей. Миллион рублей для потерпевшей будут взыскивать с работодателя, то есть самого хлебокомбината. А работник, который раньше отвечал за технику безопасности на производстве, сейчас работает на предприятии, производящем колбасные изделия. Однако от уголовной ответственности переход к другому работодателю его не убережет. Обвиняемому грозит до одного года лишения свободы с запретом занимать определенные должности. Владимир принял гостей из Китайской республики Шэньси, чтобы укрепить сотрудничество в сфере образования. Делегацию из КНР в областной столице встречали 17 мая. Основные мероприятия прошли на базе главного корпуса Владимирского государственного университета. Так в регионе отметили празднование 75-летия установления дипломатических отношений России и Китая. В ходе встречи вузы и колледжи обоих государств представили свои проекты и рассказали об индивидуальных особенностях программ обучения. Так, например, в Ковровской академии авиационных систем студенты 4-го курса уже умеют собирать вот такие квадрокоптеры. Технологии, которые представляет заведение, найдут свое применение и в обычной жизни граждан, и в военной сфере. Например, технология, которая может элементарно позволять открывать шлагбаум в автоматическом режиме без использования человека постоянно на посту. Например, технологии, которые контролируют периметр. Например, если на территорию организации получат несанкционированный доступ к каким-то лицам, то система их распознает и выдаст координаты и сигнал на пункт соответственного оповещения. Свои образовательные учреждения презентовали и студенты из Китая. Группам были представлены переводчики, которые помогали общаться с гостями выставки и журналистами. Одна из студенток в ЛГУ, которая только год назад переехала из Китая во Владимир, рассказала про торгово-промышленный Шансийский колледж. Мы представляем школу туризма и менеджмента. Сейчас я думаю, что туризм это самый популярный. Ты можешь путешествовать и общаться с многими странами, изучать разные языки. Колледж уже сотрудничает с многими странами. Из них самая популярная это Республика Корея, Таджикистан, США. Также с Россией хотим более посотрудничать. Научные разработки владимирских студентов осмотрели первые лица Владимирской области и Китайской народной республики провинции Шаньси. Ребята рассказали о своих научных, образовательных и культурных проектах. В процессе общения некоторые представители колледжей и университетов вручили китайской делегации памятные подарки. Одним из них стала стеклянная фигурка яблока, которые студенты старших курсов выдувают на практических занятиях Стекольного колледжа Гусь-Хрустального. Памятный сувенир гостям передал директор учебного заведения Юрий Фельчаков. Эта поездка произвела на нас очень сильное впечатление. И мы узнали, что Владимирская область одна из сильных регионов в сфере образования. И не только в среднепрофессиональном образовании, но и в высшем образовании. Между нами очень много сходства. Провинция Шэньси – одна из сильных провинций в Китае. У нас очень сильные мощности в образовании. Мы видим большую перспективу сотрудничества между нашими странами. В рамках встречи 16 колледжей и вузов подписали соглашение о сотрудничестве с образовательными организациями Китайской народной республики провинции Шэньси. Подобные контакты, несомненно, позволят нам, во-первых, расширить спектр подготовки квалифицированных специалистов. И установить и культурные, и научно-технические отношения с системой образования провинции Шэньси. Подобное расширение двусторонних связей в сфере образования даст владимирским студентам новые перспективы развития. Но какие именно, власти пока не уточняют. Подписание соглашений – это только первый этап сотрудничества. Однако, как обозначила Светлана Болтунова, соглашения предусматривают возможность образовательных поездок владимирских студентов в китайскую провинцию. Мы ожидаем, что сегодня появятся двухсторонние контакты и планы по сотрудничеству колледжей. Мы предполагаем, что сегодня уже подписали соглашение Департамента образования провинции и Министерства образования молодежной политики. Сегодня утром. И что важно, мы знаем, какой есть запрос на подготовку специалистов у наших китайских товарищей. К слову, это не последняя встреча, уверяют в правительстве Владимирской области. И по секрету говорят, в перспективе подобные соглашения планируют заключить уже с Вьетнамом. Маргарита Бычкова, Артем Замоскин, Шестой канал. Во Владимире может появиться красная книга исчезающих городских топонимов. С этой инициативой выступил зампредседатель топонимической комиссии областного центра Иеромонах Варфоломей. Идея возникла в ходе обсуждения топонимистами будущего улицы Варварки. Сегодня на ней стоит только один дом. Он планируется под снос. Тем не менее, члены комиссии сошлись во мнении о необходимости сохранить дореволюционное наименование этой части города. А Иеромонах Варфоломей также выступил с идеей создать красную книгу городских топонимов. Конечно, нужно мыслить в том, чтобы более таких ситуаций в нашем городе не было. И вот было такое принято решение рассмотреть вопрос о возможности создания охранного списка исторических и географических названий города Владимира. Условные названия красная книга топонимов города Владимира. Это такое рабочее условное название. И смысл заключается в том, чтобы наиболее ценные в историческом названии, в смысле названия, они были внесены. К слову, еще в 15 веке в этой части города находилась Слобода Варварка. Здесь проживали высланные еще Иваном Третьим из Великого Новгорода купцы и бояре, которые поддерживали независимость города от власти московских правителей, рассказывает краевед Валерий Скорбилин. Как он выяснил, когда-то в этом районе находилась часовня. По одной из версий, в честь нее Слобода, а позже улица и получили свое наименование. Варвара в переводе с греческого иноземка, чужеземка. И вот прибывшие сюда новгородцы, наверное, тоже воспринимали себя как иноземцы, чужеземцы. И поэтому часовню осветили в честь великомученицы Варвары. В этой части Владимира поселились Столетовы, Боровецкие, Сомовы и Бабушкины. Их имена позже стали тесно связаны с историей Владимира. После революции улица сохранила свое прежнее наименование. Но теперь на ней стоит только один дом 1930 года постройки. По словам местных жителей, несколько лет назад в здании случился пожар. И сегодня оно представляет опасность. Люди жили в нем. Весь дом был заняты людьми. Все жили. Потом пожар там произошел. И вот пожары их всех расширили. Видимо, залазят. Сами не видели, но окна были открытые даже. Значит, там кто-то заходил. Дети лазят, бомжи. То есть может что-то на них обрушиться, да? Так естественно. То есть лучше снести его? Я думаю, да. В итоге здание признали аварийным. И по словам местных, последний житель съехал из него около года назад. В областной прокуратуре подчеркнули, расселением занималась мэрия города. По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском. А в изложении на городскую администрацию обязанности расселения на квартирный дом. Октябрьский район суд города Владимира удовлетворил исковые требования прокурора. Апелляционным определением Владимирского областного суда судебное решение ставлено без изменения. Благодаря вмешательству прокуратуры жильцы аварийного дома получили благоустроенные квартиры. Но у местных жителей сохраняются опасения, что на месте здания может появиться очередная многоэтажка. Все просто начинают, как говорится, гадать, да, что же здесь будет на месте этого дома. Пока мы не знаем, что здесь будет. Может быть, что-то будет построить новое. У нас здесь малоэтажное строительство вокруг. Здесь у нас четырехэтажный дом. Здесь тоже. Что-то такого, наподобие такого. Если здесь будет какой-то культурный центр, то бы неплохо. Но как власти планируют использовать освободившийся участок земли? Чиновники не смогли оперативно ответить на официальный запрос нашего телеканала. Правда, в ходе заседания топонимической комиссии ее председатель, замглавы города Сергей Сысуев так рассуждал на эту тему. Замглавы города прикинул, что на месте этого дома, если его снести, нельзя будет даже поставить многоэтажку. Надо будет думать о каком-то другом сооружении. Сергей Сысуев в порядке размышления говорил, что если не войдет девяэтажка, здесь можно поставить какой-то магазин, какое-то учреждение, какой-то двухэтажный, допустим, трехэтажный бизнес-центр. На том же заседании иеромонах Варфоломей и решил выступить с инициативой о создании Красной книги топонимов. В качестве критерия для включения в охранный перечень наименований он предложил использовать список домов и улиц Владимира за 1899 год. Мы посчитали, что такой датой является рубеж 19-20 столетия, когда в 1899 году создается список домов и улиц города Владимира. То есть произошла официализация. Это был первый такой список. Название мы к этому списку обращаемся. Конечно, безусловно, это название главной улицы. Улица Большая, Большая Московская, Большая Нижегородская. Это наименование Соборной площади. Это наименование Золотые ворота. Иеромонах Варфоломей планирует изучить аналогичный опыт топонимистов Москвы и Санкт-Петербурга по созданию подобного охранного списка. По его оценке, Красная книга Владимирских топонимов может появиться уже в этом году. Но последнее слово за депутатами Горсовета и мэром Владимира. Алексей Домнин, Александр Рогафонов, Шестой канал. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал всероссийские антитеррористические учения. Пройдут они 20 мая в 10 утра в школах, колледжах и детских лагерях. Об этом сообщает издание ТАСС. По информации СМИ, Кравцов пояснил, что основные задачи учений – это отработка навыков по выполнению алгоритмов действий, поддержка психологической готовности к ним, а также проверка систем оповещения об угрозе теракта и отработка информационного взаимодействия оперативниками. В пресс-службе МЧС области Шестому каналу подтвердили, что на территории 33 региона подобные учения также пройдут утром 20 мая. Участок дороги М7 от поворота на южный объезд Владимира до Ленты отремонтируют. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчика ищет у Пурдор Москва-Нижний Новгород. Стоимость контракта – 715,5 миллионов рублей. В первую очередь ремонтом предусмотрен демонтаж существующего покрытия дорожных знаков, пешеходного ограждения, бортового камня, остановок. Все виды работ указаны в описании объекта закупки. В состав работ входят фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укладка мастичной ленты, планировка и укрепление обочин асфальтогранулятом, обустройство дороги, ремонт водопропускных труб. Кто будет ремонтировать участок Владимирской трассы, выяснится 21 июня. А исполнить контракт компания должна будет до 31 декабря 2025 года. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев прибыл в Китай. Делегация под руководством президента России Владимира Путина участвует в 8-м российско-китайском экспо. С китайскими партнерами Александр Авдеев проведет встречи и переговоры о сотрудничестве. Насыщенная программа будет экспо, 8-е экспо России-Китай, где мы планируем также с нашими партнерами продолжить отношения по выстраиванию нашего стекольного кластера и другие переговоры по другим отраслям промышленности. На выставке в Китае будет представлена Владимирская продукция. Например, компания Аби покажет китайцам свои чебупели, наггетсы, чебуреки и выпечку чебупай. 18 мая во Владимире пройдет Ночь музеев. Это всероссийская ежегодная акция, когда разные культурные учреждения работают в вечернее и ночное время. Темой акции станут семейные реликвии. Масштабные мероприятия пройдут во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Некоторые из них будут платные, но есть и со свободным посещением. Однако о билетах, даже бесплатных, стоит подумать заранее. Так, уже не осталось мест на концерт ансамбля «Радуница», кураторскую экскурсию по выставке «Мстера-Многоликае», послушать виолончели у Дмитриевского собора также уже не получится. Все билеты распроданы. Но саму экспозицию посетить можно, как и дом музей Столетовых. Свободным для входа будет и музейный центр палаты. С полной ночной программы Главного музея Владимирской области можно ознакомиться на сайте владмузей.ру. Александровская слобода также приглашает на Ночь музеев. С пяти часов вечера до 22.00 можно будет бесплатно посетить все открытые экспозиции и выставки, включая смотровую площадку. Полную программу ищите в соцсетях Музея-заповедника Александровская слобода. Верующие прикладываются к иконе Казанской Божьей Матери. Образ в древнюю столицу привезли вечером 16 марта. Икона находится в Богородице Рождественском монастыре. Она была написана примерно в 1580 году и имеет особое историческое значение. Образ Казанской Богородицы называют иконой русских побед. В годы смуты она стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Сейчас по благословению патриарха ее везут по регионам. В каждом городе служит молебная победе. Мы молимся за наших братьев, которые несут вратный подвиг на поле в ране. Казанская икона всегда выступала как объединяющая, как вдохновляющая икона для русского народа. За ней шли ополченцы, за ней шли наши предки. Ну и мы за ней идем, вслед зная, что доступница усердная защитит нашу землю, как она защищала многократно ее от врагов. Образ считается чудотворным. Православные верят, что с помощью иконы Казанской Божьей Матери удалось освободить Москву от польско-литовских интервентов. В 1611 году святыню привезли в Москву. В 1812 французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но саму икону удалось спасти. Позже московский список был украден. Обрести его вновь удалось только через 105 лет. Когда Божья Матерь посещает нас своими иконами, это не значит, что мы этого хотим. Это не значит, что мы придумали так принести святую икону, Казанскую икону Божьей Матери, в наш град. Это значит, сама Царица Небесная хочет пребывать в том месте, где и уготована. Появление символичной иконы на Владимирской земле – одно из главных событий этого новолетия, считают священнослужители. Встречать икону Казанской Божьей Матери пришли около 200 человек. Единый народ сейчас допросит о победе. Победе добра над злом, победе истины над ложью, победе света над мороком. И вот эта победа, она может быть дарована только Господом, она может быть дарована только при Святой Богородице, безусловно. Поэтому сейчас все объединяемся, все молимся. Прибытие такой значимой святыни в славный город Владимир объединяет не только верующих людей, но и тех, кто пытается идти к вере. Икона Казанской Божьей Матери будет пребывать в обители до 18 мая. В субботу после 19 часов образ перевезут в Рязань. Евгений Павлов, 6 канал.